Хорошо называть пиво Гагариным, потому что он герой, он молодец. А про плохих ребят мало кто вспоминает и называет пиво. Всем привет, это Саша Гендель, это Гоша Грибсов, проект Первая варка пивоварни Биар Брю. Друзья, сегодня мы пробуем один из самых, наверное, наших неоднозначных, одиозных, экспериментальных пивасов, которые мы могли только сварить и выдумать. Начну немножко с истории того, как он появился на свет. Дело в том, что это результат ошибки. Мы с Сашей планировали сварить янтарный эль. Янтарный эль, все купили для его приготовления, все спланировали, прописали рецепт, но... Дрогнула рука. Отвлеклись. И купили для чего-то, для янтарного эля, карафы черного, обжаренного соли. И хотели немножко добавить. Для вкуса. Буквально грамм, наверное, 50. 50. Вместо 50 грамм мы смололи полкило. Карафы. И, посмотрев на это, поняли, что мы не янтарный эль варим. Бывает такое, вы нас не сочтите, совсем уж так не найдете. Настроение было такое просто. Настроение, да. Да, и мы как-то увлеклись и смололи полкило. На коленке буквально за какие-то считанные минуты мы переписали рецептуру нового пива под новую засыпь. Благо в данный момент в холодильнике был широкий выбор хмелей. И придумали, как мы это пиво сделаем, как охмелим. Решили, что будем варить American Brown Ale. В общем, по засыпи это получился практически янтарный эль. Кроме того, что туда добавили много жженки. И по цвету туда уже получился даже не Brown Ale. Это что-то среднее между Porter и Mustaute по цвету. Но только по цвету, потому что все остальные показатели это обычный American Brown Ale или American Ember Ale. Неважно. Очень сильно охмеленый. Хмель превалирует во всех. И во вкусе, и в запахе, и во всем остальном. Но просто в послевкусии такая небольшая жженочка. Ну, потому что караф действительно засыпали достаточно много. А мне нравится. Я анализировал долго, потому что непонятно, что это за стиль у нас получился. Я для себя такую формулу выработал. Что это за пиво. В общем, это мог бы быть Stout. Но для Stout у него достаточно низкая плотность алкоголя. Это мог бы быть Porter. Но для Porter он очень сильно охмелен. Это мог бы быть American Brown Ale. Но слишком темный для этого. Да, даже я бы сказал, что не темнота основное то, что уводит от стиля American Brown Ale, а шоколадно-кофейные ноты, которых там просто, ну, как правило, не должно присутствовать. Поэтому это хмель... О, хмель, господи, что я говорю. Это сорт. Это сорт на стыке трех стилей. Всплыло вдруг название Lady Winter. Я узнал эту женщину. Миледи и Lady Winter одно лицо. Литературный персонаж. Это литературный персонаж, да, который помимо Дюма все остальные обошли стороной. А вот мы решили вспомнить, потому что хорошо называть пиво Гагариным, потому что он герой, он молодец. А про плохих ребят мало кто вспоминает и называет пивом. И вот мы решили посвятить это пиво этой одиозной даме. Ну, кстати, не такая уж плохая дама была, а укрепляла вертикаль власти во Франции. Ну, возможно, да. Но тут вышел так, и судьба сыграла с нами злую шутку. Этот эль полностью отвечает этому названию, потому что красота букета, вкуса и ароматики гармонирует с черной душой, которая была у этой женщины. А кто же была такая Lady Winter? Александр Дюма писал этого персонажа, как мне кажется. То есть это различные есть версии, с кого он писал. Но на самом деле женщин было две. Одна из них Жанна де Ламот, а другая Люси Хей. Люси Хей принимала довольно-таки видную должность при дворе Карла Первого. Действительно в свое время являлась любовницей герцога Бекингема, который ее бросил. Они писали многие поэты того времени. Она в отместку Бекингему переметнулась на сторону кардинала Решильи и работала на него в качестве шпионки. Да? Под прикрытием. Такой факт был. А вторая дама, с которой... Чей образ тоже присутствовал в образе Миледи, это Жанна де Ламот. Очень интересная личность. Она не столь была популярна, как Люси Хей. И вообще эти две женщины, они жили в разных эпохах. Одна была ближе к Дюма, она была современница. И другая была по времени, наверное, как раз той эпохи, которая описана в романе. Так вот, Жанна де Ламот, она происходила из королевского рода, ее предком был Генрих II в Луа. Но она, как это правильно, была в ветве незаконно рожденных детей. То есть, она не являлась... Такой она сплошь и рядом была. Она не являлась дочерью, она там внучкой или пранучкой Генриха II являлась, а может быть, побочной. Она была авантюристкой, мошенницей, водила дружбу с графом Калиостро, была его помощницей. И когда Калиостро прихватили, то ей не удалось скрыться, и ее клеймили, тоже исторический факт, буквой В. Но, как гласит история, во время клеймения она дернулась, клеймо смазалось, и получилось клеймо в виде лилии. Хорошо. Которое мы вынесли на этикетку. Плохо видно, потому что этикетка очень черная, как это пиво. Ну, в любом случае... Здесь очень симпатичная барышня с клеймом на плече. Также особенностью данного пива является то, что обычно мы делаем обзор на то пиво, которое еще сами не пробовали. И в предыдущих, во всех наших видео мы открывали, как правило, это была самая первая бутылка на пробу, и снимали видео, не представляя, что мы пьем. В данном случае мы снимаем видео на то пиво, которого практически уже нет. Мы сами его пили неоднократно, его пили наши друзья, его пили наши недруги. В общем, все уже, кто мог попробовать его, попробовал. Те, кто, ну, непосредственно в близости находится от нас, как-то общается, с кем мы контактируем. Зачем вы угощаете этих людей таким прекрасным вином, который они, к сожалению, и не ценят? У нас это пиво расхватали буквально за считанные 2-3 дня полностью. Мы все свои запасы раздали. Раздарили. И такого не было еще ни с одним нашим сортом, что достаточно удивительно. Но в его случае такая движуха была достаточно интересная. И самое интересное и неожиданное, то, что отзывы наивысшие получили, получил это пиво. Я не беру даже антаб. Люди, которые не пьют темные сорта пива, сказали, что оно офигенное. Те, кому не нравилась горечь сильно охмеленных напитков, сказали, что оно вкусное. Нам самим оно очень понравилось. Поэтому мы обязательно скорректируем, наверное, немного рецепт. Потому что, ну, действительно, столько сженого сода добавлять не стоит, я считаю. Но у него очень красивый цвет, помимо черного, там есть красный цвет, который мы не увидим, к сожалению, в бокале, и вы не увидите. Но если постараться налить мензурку в тончайший какой-то слой или капнуть куда-то, то он растекается рубиново-красным цветом, очень красивым. И я думаю, что этот рубин, он должен быть виден. Ну, давайте теперь посмотрим, что оно из себя представляет, отведаем. Вестографа Деля Ферд становится жженой. Пум-пум-пум. Где пум-пум-пум-пум-то? Жженой. Я просто подумал, что... Вот видно, что пена такая, как у капучина. И в честь графини... Ой, пахнет-то вкусно. И в честь графини Деля Ферд затравлен зверь лесной. Пам-бам-бам. В общем, мы об этом пиве все рассказали. До того, как даже его попробовали. Ну, потому что мы его неоднократно уже пили. Ну, с удовольствием я сейчас его пью еще раз. Ну, вот на сухое мы тут не пожалели хмеля, поэтому запах, конечно, волшебный отсюда идет из бокала. Пена такая, немножко кофейная. На капучино похоже. Густая. И достаточно мелкая. Не знаю, насколько это видно. Пловная. Я вообще не сторонник того, что пена, как бы, что-то может сказать о качестве напитка. Но, в любом случае, здесь она милая. И к месту. К месту. Ну, что-то, да. За Леди Винтер. Вот сейчас во вкусе портер. Я же вообще пью. На глотке такой. Прям самый обычный портер. Не знаю. Нет у меня никакого портера. А, охмеление? У меня хмель, допустим. Ну, это все зависит от человека, который пьет. Что у него в башке творится. Да. Мне очень нравится. Очень вкусная питка и вкусный сорт получился. Но, как всегда бывает, что такой экспромт рождает что-то действительно достойный результат. Мы ни разу не пожалеем, что сварили что-то, а столько бухнули черного солода. Нет, скорректировать-то рецептуру надо, потому что его там на самом деле и половина того, что было. Если я на просвет посмотрю, то видно, что снизу, допустим, все красное. Ну, это все меланоидиновый солод, он отстоялся, сколько он месяц отстоялся и дал вот этот красный цвет, если на просвет смотрится. Ой, а раньше оно вообще не светило даже на такой просвет. Сейчас справа красиво. Мне кажется, что он должен быть немножко ярче, этот цвет, за счет того, что надо гасить все-таки вот эту черноту. Ты пьешь тоже, кстати, красиво, красное. Да, красиво. Пьет на самом деле очень вкусно, немножко вот такой вот жоночка послевкусия как-то отсутствует, она такая пикантная. Вот, в общем-то, и все, наверное, что можно о нем рассказать. Это были Саша Гендаль и Гоша Грифс. Проект Первая Варка, пивоварня Биарбрю. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш Instagram. Если захотите попробовать сварить что-то такое, пишите в комментариях, мы, конечно же, рецепт напишем, потому что... Вообще не жалко. Да, open source и все такое. Будут какие-то вопросы, обращайтесь обязательно, мы со всеми общаемся и не дадут соврать те люди, которые нам задавали вопросы, со всеми поддерживаем хорошие отношения, так что дружим, можно сказать. Пейте вкусные в меру. Все сказали, по-моему. Давай, пока. Спасибо, пока. Пришла вот эта полнота вкуса, оно густое достаточно, как я люблю прям все. Вот Светка сказала, что все говорит по мне. Ну, то есть здесь плотность достаточно хорошая, потому что не зря мы сюда дубанули полмешка сахара, хотя вот эта полмешка сахара, это же, это же, ты выключил там эту штуку? Вот, ну, то есть, как бы, дало больше не в декстрина, а больше в плотность, а в алкоголь. В плотности, в алкоголь. Да, алкоголь, кстати, не вылазит вообще. Да, ну, тут только у нас 7 процентов, но... Что, что мы научились делать, так это прятать алкоголь, потому что пьешь пиво, его... Ну, на самом деле, спирт вообще не вылазит никогда. А это говорит о том, что в домашке не нужно стремиться сбраживать свое пиво на температурах, которые пишут на этикетках к дрожжам. Никогда этого не делайте, это самая большая ошибка. Температура сбраживания элей должна быть в домашних условиях в районе 18-19 градусов. В течение двух недель мы сбраживаем практически все наши сорта на первичке. Ни разу еще об этом не пожалели. Практически все очень хорошо. Алкоголь без всякого вот этого... Алкоголь? При вкусе сивухи... А алкоголь-то там хочу заметить. Семь семерок там. Семь. Да. Ну, это достаточно все-таки оборудовательное пиво получилось. Сейчас допью, выключу, не могу оторваться. Не, вкусное пиво еще порадует. Продолжение следует... Продолжение следует...